Эту публикацию можно назвать, перебирая свои архивы или еще как-то. Очень много у меня подобных работ. Открываю их, смотрю, нахожу, вспоминаю, удивляюсь, разглядываю. Вот и сейчас нашел дизайн макет, который я делал для Ольги Юрьевны Копенкиной. Ой, давно уж получается. Больше 15 лет назад, почти 20 лет назад. Открыл, посмотрел, и как-то стало больно, и обидно, и радостно, все вместе. Захотелось сказать, конечно, лучше бы приурочить эту публикацию к какому-нибудь юбилею Ольги Юрьевны, но время такое, что юбилеев уже впереди. Неизвестно сколько будут ли, по крайней мере, у меня не знаю. Поэтому чуть-чуть расскажу про эту работу. Потому что она такая очень знаменательная. Она и меня касается, и вообще всех. Я помню Ольгу Юрьевну, готовясь к какой-то своей, видимо, тогда еще, юбилейной выставке, ну, по крайней мере, персональной, в Союзе Художников, обратилась ко мне, чтобы я сделал ей вот этот макет. Она хотела издать сначала буклет или альбом, потом она, посчитав свои деньги, скажем так, свою зарплату доценскую, которую мы вдвоем тогда, работая на кафедре дизайна, получали, она подумала и сказала, что, наверное, она, конечно, альбом не потянет. Но я ей предложил сделать вот такой вот универсальный макет, который можно будет издать потом и буклетом, или, в крайнем случае, открытками. Собственно, я так и сделал. Я сделал в одном экземпляре вот этот вот набор открыток. На этом ее издательская деятельность и закончилась. Для меня всегда очень сложно делать подобные, ну, если это можно так сказать, заказы, когда ко мне обращаются, ну, близкие мои люди, знакомые, друзья, коллеги. Я теряюсь. Тут какая-то тройная сложность. По той причине, что, ну, своему человеку, в общем, уже как бы поверхностно не сделаешь. Хочется делать, в общем-то, на самом высшем уровне. Выкладываешься. Даже в самой мелкой работе, в которой говорят, да тебе это просто за час сделать. Это часовая работа потом превращается в дни, недели. Тем более, что людям, несведущим, кажется, что это действительно раз и сделано. Однако на такую работу, ну, на подобную, ну, уходит очень много времени. Ну, начиная с того, что я ходил два дня, фотографировал вообще все это на выставке, да. Потом надо же собрать, придумать, буквально каждый разворот сверстать. Ну, ладно, что я сейчас буду об этом рассказывать. Речь не об этом, что... А о том, что когда ко мне обращаются мои знакомые люди, я... Так это... Порадовавшись, что обо мне помнят и меня ценят, тем не менее, сильно грущу от того, что, ну, естественно, я же своего человека, до близкого денег, просить не могу вообще. Уж не говоря о деньгах, которые, ну, стоят эта работа. Вот в чем проблема. Делаешь почти бесплатно. Ну, уже хотя бы потому, что, ну, может быть, человек и готов был бы там заплатить сумму, которую ты с него просишь. Ну, я же понимаю, что с доцентской зарплаты, которая там у нас в политехе была, 9,5 тысячи, кстати, если кто не знает, оклад. Не знаю, как сейчас стало, намного были больше. Ну, вот оклад доцента в университете на кафедре дизайна 9,5 тысячи, да. Смешно. Ну, я назвал какую-то сумму Ольги Юрьевны, она, я видел, что она немножечко так удивилась, но, ну, конечно, она согласилась. А сумма это была, ну, по моим меркам, по меркам дизайна, конечно, она была маленькая очень. Тем не менее, я взялся делать. Речь не о деньгах, речь совсем о другом. О том, что я делал эту работу с удовольствием, вот через этот буклет, через эти фотографии, познакомился близко с творчеством, с керамикой. Я как-то от керамики достаточно далек. Это такая, клан такой керамистов, они в Иркутске особенно, там, вот, связаны с Хайдинским заводом. Традиция очень интересная. Я не знаю, я не в этой традиции, да, я могу только судить, скорее всего. Ну, почти как обыватель, глядя на это. Ну, и вот, когда я бывал на выставке, побывал и фотографировал, и работы Ольги Юрьевны, и делал, я понял, насколько же все-таки это интересное, сложное. Особенно в ее исполнении, да, это действительно художественная работа. Ну, раньше, как мы считали все, господи, тарелки, чашки и расписанные кружки, да. Ну, вот, а вы посмотрите на эти листы, посмотрите на эти работы. Это же философия, это действительно искусство. Да, согласитесь, что обыватели так о керамике и думают, что это подкрашенная тарелка. И, кстати говоря, так много безобразной керамики у нас сейчас. Безобразный с точки зрения дизайна. Когда смотришь на работы таких мастеров, как вот Ольга Юрьевна, как Копенкина, и еще у нас есть мастера, то, конечно, ну, просто видишь искусство на самом высоком уровне. А речь моя в основном-то вот о чем. Ну, и что вы думаете? Издала Ольга Юрьевна себе этот альбом? Не знаю, по-моему, нет, я что-то его не видел ни в продаже, ни в каких-то сувенирных изданиях, нигде. А посмотрите на эти работы, посмотрите. Ну, это же чудо. И сами работаем. Да и подал я их, по-моему, неплохо. То есть, видно, да, как работает фактура, какие там интересные темы поднимаются, поднимаются. Но разве это не большое искусство? Ну, конечно, большое. А теперь ответьте, а почему Ольга Юрьевна Копенкина должна была мне со своей мизерной доцентской зарплатой мне платить какие-то деньги для того, чтобы я ей сделал этот макет? Я за какие-то мизерные деньги, исключительно из товарищеских соображений, корпел неделю или больше над этим макетом делал, выверяя каждую букву, каждый абзац, подбирая эти фотографии по тону, по композиции, по цвету. По сути дела, это простого набора открыток. У нее, по-моему, тогда не получилось. Она просто элементарно не нашла денег, чтобы издать хотя бы открытки. Ну, не знаю, Ольга Юрьевна меня может поправит, может, она издала, но что-то я такого не видел. А еще я вспоминаю, как ко мне приходил немного раньше, тогда же лет 20 назад, Евгений Владимирович Чушаков. И тоже просил, ну, обращался, поскольку я занимался дизайном и так далее, он приходил ко мне со своим альбомом, он ходил с идеей издать свой альбом с берестой. В Иркутске он не нашел ни средств, ни спонсоров, никого, и что-то он мне говорил, что будет издавать где-то что-то не в Канаде. И бегал он с ним, и бегал, где он только не был. Не знаю, издали этот альбом или не издали, наверное, у Шакова, может, все-таки он издал, но там вообще уникум, да, вот эта сама Береста, этот сам художник, старец наш, старейший. И все равно не вижу я этого альбома, и я помню, как он там обивал где-то пороги, и полгода он, в течение полгода ко мне приходил, ничего у него не состоялось. Ну, я готов был делать этот альбом, но за бесплатно, естественно, профессионал и не мог взяться делать. А он тогда так нигде не нашел никаких вообще денег, ни спонсорских, ни управления по малой культуре нигде не нашел. И про себя я тут думаю тоже кстати. Да ладно, про меня-то можно, так сказать, и наплевать. Но тем не менее, вот когда Михаил Семенович Казеник был в прошлом году в Иркутске, смотрел мои работы, восторгался и кричал, на весь город кричал, на нескольких своих концертах. Издайте альбом, беседимый, Господи, да вы же на этом будете деньги зарабатывать. Вы будете на этом деньги зарабатывать. Ну, я имею в виду альбом с моими акварелями иркутскими, с моими рисунками иркутскими. И что вы думаете, после того, как признанный искусствовед, всемирно признанный искусствовед обратился к иркутской общественности, непосредственно к управлению культуры, к нашим, прямо в лицо, к нашим меценатам и олигархам он это произнес. Вы думаете, что они ко мне тут же позвонили, обратились и на перебой, так сказать, перебивая друг друга в конкурентной борьбе, выстроились в очередь, кто возьмется мне издать этот альбом? Тем более, что самое интересное, это я бросал уже несколько раз этот клич. Издайте, я все отдаю бесплатно. Мне даже не нужно с этого альбома, в конце концов, великих денег. Ну, там чисто символически мне как-то оплатите, отдадите там часть тиража и ладно. Продавайте, издавайте на сувениры, на подарки. Ко мне обращаются вот люди, иркутяне, говорят, Олег Владимирович, почему вы не издаете свой альбом? Ну, я не знаю почему, потому что я не издатель. Я не буду бегать и обивать бородки. Вот и Ольга Юрьевна точно так же. Она прекрасная художница. Она мастер своего дела. Она сделала эту керамику. Вот это вклад уже двухсотпроцентный, художественный вклад и во славу города, и в историю города, и во славу искусства. Ну, зачем ее еще заставлять искать деньги или вкладывать какие-то свои деньги для того, чтобы вот это все могли увидеть люди? Ведь даже с меркантильной точки зрения, вот совершенно с чисто торгашеской точки зрения, вот почему наши, господи, как их назвать-то, предприниматели, да, не могут понять, что это вообще очень выгодное дело. Ну, вообще-то, да, вот это все, и искусство, и эти альбомы, они так или иначе окупаются, они продаются. Ну, надо просто как-то прикидывать, рассчитывать, какая у него себестоимость, и сколько его можно продавать. И не надо продавать, ведь речь-то не о деньгах. Или не о деньгах, как правильно сказать. Речь-то о, в общем-то, культуре. Это же все... Ну, ладно, я про себя молчу. Ладно, Михаил Семенович Козинник ошибся, и совсем мои работы, может быть, не стоят того, чтобы их издать. Ну, вот здесь, вот то, что мы часто видим в этом слайд-шоу. Или кто-то будет сомневаться про Ушакова, по сути дела, сибирского гения, который изобрел Бересту, который создал огромное количество подлинных произведений искусства. И мы сами, не мы, они, чиновники при культуре, не хватило у них ни ума, ни профессионализма, ни своего искусствоведческого таланта поднять и показать. И в конце концов, уж ладно, Бог с вами, заработать на том, что у вас валяется под ногами и пропадает на чердаках, неизвестно где, неизвестно как, сгнивает, рвется, горит. В огромном количестве... Где вот эти работы сейчас Копенкина? Ну, наверное, большая часть у нее составлена в мастерской. О продаже мы не думаем, о славе мы не думаем, а самое главное, не умеем и не продавать, и не прославляться. Да, есть какие-то художники, которые умеют обивать пороги, причем, как правило, чем бездарнее художник, тем он пронырливее. Это же, это факт исторический, что чем талантливее художник, тем он дальше от вот этой суеты выставочной, от суеты продажной, от бахвальства, от тщеславия. Ну вот, смотрел я сегодня, перебирал свои работы, нашел этот неизданный альбом-буклет. И только в единственном экземпляре, изданный комплект открыток, который я своими руками сверстал, своими руками отпечатал и подарил один или два экземпляра этих открыток Ольги Юрьевны. Потом я спрашиваю, ну что, говорю, вы издали? Она говорит, нет, не издала. Вот и все, такая история про иркутскую керамику. Поздравляю вас, иркутяне, с тем, что у вас есть такие художники, как мы. Сочувствую художникам иркутским, что они есть такие, как мы.